Всем привет! В этом видео будем клонировать диск с помощью программы CloneZilla. Будем переносить диск с системой, которую вот этот у меня диск 0, на другой диск, который сейчас диск с данными, так чтобы сохранилась загрузка и все остальное. Единственное, то что будет показано в этом примере подойдет только для случая, когда мы клонируем один полный диск на другой диск, при этом объем первого диска не должен быть больше, чем объем второго диска, то есть либо такой же, либо второй диск должен быть больше. Итак, поехали! Первое, скачиваем клон Zilla. Скачать можно с этого сайта, ссылку я дам в описании под видео. Здесь в архитектуре выбираем AMD64, даже если у вас Intel, тип файла лучше выбрать ISO, скачиваем и записываем на флешку. Записать можно с помощью Rufus. Если у вас система загружается в режиме Legacy, то в Rufus соответственно выставляем Legacy, если в режиме UEFI, то для режима UEFI загружаем и для того, чтобы загрузиться с флешки в режиме UEFI потребуется отключить безопасную загрузку или Secure Boot в BIOS. То есть все это сделали, загружаемся с клон Zilla. Вы загрузитесь на такой экран, здесь достаточно выбрать первый пункт, который клон Zilla Live, открываем. Следующий этап, выбор языка, русский есть в списке, выбрали. Оставить раскладку по умолчанию, то есть нам раскладку клавиатуры менять в общем-то здесь не нужно. Далее запуск клон Zilla, нажимаем Enter. Следующий пункт, выбираем второй пункт работать непосредственно с диска на диск или с раздела на раздел, то есть мы копируем полностью диск первый на диск второй, выбрали. Следующий этап, выбрать уровень настроек, начальный уровень, где многие настройки вы поставлены по умолчанию, либо экспертный. Я рекомендую здесь выбрать экспертный, поскольку если мы выберем начальный, то там у нас будет один нюанс, из-за которого загрузчик Windows, если мы переносим диск с Windows, придется потом восстанавливать, а нам это не нужно. Выбираем экспертный, окей. Далее диск to local disk, то есть клонировать локальный диск на локальный диск, так и оставляем, нажимаем Enter. Далее выбираем диск, с которого будет производиться перенос. У меня это тот, который уже выбран, то есть в вашем случае смотрите внимательнее, то есть я выбираю его и нажимаю Enter. Далее выбор диска, на который будет все переноситься. Учитывайте, что все данные абсолютно, которые есть на этом физическом диске, будут удалены. Выбираю, окей. Далее, смотрите, здесь вот тот пункт, тот нюанс, о котором я говорил, нам нужно снять вот эту верхнюю отметку, так как она нам попортит загрузчик Windows. Снимаем, можно это сделать пробелом, то есть выбрали пробел, отметка снялась, после этого можно ОК нажать. Мышкой или клавиатурой с помощью Enter. Итак, здесь пропустить проверку восстановления исходной файловой системы. Я оставляю пропустить проверку, так как я уверен, что у меня там все в порядке с файловой системой, но в случае чего вы можете запустить проверку. Я чтоб быстрее оставляю пропустить, нажимаю Enter. Далее использовать таблицу разделов с исходного диска. Я оставляю все разделы, как были на предыдущем диске, то есть там разделы с загрузчиком и так далее, системный раздел, то есть ничего с помощью программы перенастраивать в этом видео не буду, просто нажимаю Enter. Окей. Далее, что сделать после окончания операции? Я оставляю первый пункт, который означает выбрать перезагрузку, выключение и так далее, то есть сейчас я этого выбирать не буду. Окей. Далее, внизу мне напишут нажмите Enter для продолжения, то есть продолжить операцию, нажимаю Enter. Далее, меня предупреждают, что все данные будут стерты со всего диска, на который произносится перенос, то есть абсолютно все данные, на каких бы они разделах не находились. Ввожу Y, то есть Y, и нажимаю Enter, то есть я согласен. Меня спрашивают еще раз точно ли я уверен? Да, уверен. Enter. Ну, собственно, поехали, дальше будет производиться перенос и ждем просто. Итак, все готово. Мне пишут нажмите Enter для продолжения, нажимаю и меня спрашивают, что сделать? Перезагрузиться, войти в командную строку, выключить питание и так далее. Мои дальнейшие действия. Я в своем случае выключу питание, удалю тот диск, с которого происходил перенос, загружусь с того диска, на который был произведен перенос, и посмотрим. В вашем случае действия могут быть другими, например, вы просто можете поменять порядок загрузки после выключения в биосе. Итак, выключаю, там идет обратный отсчет, дожидаемся его и, собственно, все выключается. Сейчас я пропущу кусок видео, где я отключаю тот диск и потом дальше все остальное покажу. Кстати, здесь еще пишут извлеките тот накопитель, с которого осуществлялась загрузка клоун ZIL, чтобы с него в следующий раз загрузка не происходило, и после этого нажмите Enter. Ну, я его извлеку, так что просто нажимаю Enter. Готово. Итак, диск я тот первый отключил, запускаем. Мне предлагают проверить диск, такое может быть, если что, не пугайтесь, я нажимаю любую клавишу, так как знаю, с диском все в порядке. Вообще, если вам предложат, лучше проверку выполнить. Итак, запускаемся. И смотрим, что тут у нас. Заглядываем в управление дисками. То есть сейчас я загрузился с того диска, на который была перенесена Windows. Как видим, тот диск был больше, чем исходный диск, из-за этого здесь у нас нераспределенная область образовалась. Что с ней сделать? Можно создать простой том и создать новый раздел на диске, можно, в общем-то, присоединить к сцене, но здесь есть некоторые нюансы, так как у нас между ними раздел, то путь будет примерно таким. За счет вот этого пространства мы увеличиваем вот это на все его пространство, а потом с помощью сторонних программ для управления разделами дисков оттяпываем от раздела восстановления, который станет большим, в пользу диска C. То есть только такой путь вот для такой ситуации, как у меня будет. А так в целом все работает, Windows принесена, проверка диска потом после того, как она пройдет, если вдруг вы с таким столкнулись, она происходить больше не будет. Возможно некоторые другие нюансы, например, если вы оставили два диска, то может быть такое, что у вас загрузка будет происходить с первого диска, но в общем-то с этим можно разобраться параметрами в BIOS и так далее. Некоторые нюансы дополнительно описаны в статье ссылка на которой в описании под видео, думаю, разберетесь. То есть средство полностью бесплатно работает, оно более сложное на самом деле, чем я здесь показал, то есть больше возможностей. Я показал самый базовый вариант использования про простое клонирование дисков, когда у нас всего два их и все системные разделы у нас находятся только на одном единственном диске, с которого мы их и переносим. На этом все, спасибо за внимание, удачи вам!